Это земли Гослисфонда. И поэтому, когда получаешь новый участок земли, то надо сменить собственника. Надо пройти процедуры изменения назначения земли, иногда даже изменения генерального плана развития города, рядом с которым этот участок земли находится. И у нас вот все эти процедуры сейчас и происходят. Занимано время. Вот я, например, отрывки с письма напишу, прочту. Министерство архитектуры и строительства в пределах компетенции рассмотрело обращение комитета по... Так, что-то пропало. Сейчас слышно? Надеюсь, что все слышно. Видно? Да, Анатолий Дуарович, все слышно. Просто видим небольшую кружбу. По вопросу возможности корректировки градостроительного проекта генеральный план города такого-то с целью размещения индустриальных площадок и формирования производственного кластера в западной части перспективного развития города, в частности размещения объекта Эко-технопарк Скайвэй, далее объект, согласно прилагаемой ситуационной схеме. Согласно прилагаемой схеме, а также дополнительно представленным материалом у Релского и Системс, это раньше наше предприятие так называлось, сейчас оно называется за... ...со строительством трех тестовых участков транспортных трасс, здания вокзала и администрации, разворотной платформы, модуля, склады и участок сборки, на общей площади около 2,2 гектара, а также создание пожарного водоема площади на Кольга, паркового комплекса с учетом озеленения крыш площадью 38 гектар. В соответствии с градостроительными проектами генеральный план города и схема комплексной территориальной организации района, рассматриваемая территория предназначена для формирования зоны отдыха жителей города. Размещение объекта возможно при условии критировки градостроительного проекта, генеральный план города такого-то, внесение изменений в градостроительный проект схема комплексной территориальной организации района в установленном законодательстве порядке. Эта работа сейчас ведется, она уже завершается. При разработке проектной документации по объекту считаем необходимым предусмотреть предлагаемую формирование территории садово-паркового комплекса, использовать в рекреационных целях для жителей города, функционированные объекты использовать, в том числе для развития делового туризма. И тут есть вот хорошая фраза, потому что под этим имеется в виду что, приедет нам, допустим, министр транспорта Дубая, которого я знаю, с которым я встречался и работал лет 7 лет, который тогда говорил, мистер Анатолий, покажите хотя бы эту замечательную систему дороги, и мы вам закажем заказы на 5 миллиардов долларов. Мы его пригласим, это деловой турист. К нам приедут премьер-министры стран, например, как деловые туристы. Когда Сименс сделал поезд на магнитной подушке Транспорт в Германии, этот полигон посетил премьер-министр Китая, ехал по трассе, ему понравилось, и он заказал, правительство Китая заказало проект Шанхай-Рапорт. И был построен проект Транспортфида более 10 лет назад, он функционирует сейчас в настоящее время. 6-ти километровая трасса Шанхай-Рапорт обошла заказчику 1,5 миллиарда долларов, это в тех ценах, в ценах 2000-2000 года. К нам будут приезжать президенты стран, руководители крупных компаний, в частности, горнодобывающих, которым нужны грузовые системы. Они должны увидеть тестовые участки, видеть сертифицированную технологию. И после этого, после демонстрации, они уже адресные проекты. Поэтому мы планируем купить тестовые участки в нашу технопарк, когда мы объявим о демонстрации. До этого времени мы подогреем мировой рынок, потому что у нас предварительные заказы где-то на 100 миллиардов долларов, есть и скоростные системы. Почему такая большая сумма? Я, например, назову проект, который мы предложили жили правительству в Австралии, кольцевая дорога вокруг Австралии. Этот проект будет стоить примерно 100 миллиардов долларов. То есть один проект потянет на 100 миллиардов долларов. Но, естественно, австралия рассматривала другие проекты. Те, которые реализованы. И, в частности, они объявляли тендер на исследование, какую дорогу построить, как первый этап вот этой кольцевой дороги. Это Мельбурн, Сидней, Брисбурн. Это восточное побережье Австралии. Берем 600 километров. На объявили тендер на эти исследования. Значит, компания, которая выигрывала и делала анализ, она и нас упоминала. Но это было давно, лет 10 назад. И там было сказано, что да, очень интересная перспективная технология. Но она еще не реализована, не сертифицирована. Поэтому мы ее не рассматриваем. И была предложена технология, это скоростная железнодорога по японским технологиям в эстакадном исполнении. И когда назвали сумму, то все проследились, потому что проект тогда еще оценили в 80 миллиардов долларов. 1600 километров. Мы бы это сделали за, наверное, 8 миллиардов долларов. То есть примерно в 10 раз дешевле. Поэтому если мы покажем проект, реализованный на тестовом участке, то в Австралии не откажет строиться такой дороги вокруг Австралии, которая поднимет экономику страны в разы. И при этом рентабельность этого проекта будет достаточно высока. И сюда можно привлечь не только деньги государству, но и частных мест. Один из проектов. Второй крупный проект, допустим, это Лондон, Париж-Лондон, Топио через Европу и Россию. Тоже оценивается примерно 50-60 миллиардов долларов. Это второй фирский транспортный коридор, который ЕС разрешивают реализовать. И на это есть деньги. Но они планируют его до Екатеринбурга, Лондон-Париж, Екатеринбург, Тампу, Сат-Иберин, Пекин и Дели, Индия. Вторая конференция международная по проблемам критских коридоров, это был 1997 год. Эта конференция проходила в Минске. Присутствовало 11 министров транспорта Европы. Я выступал в странно-транспортную систему. Лондон-Париж, Москва и Екатеринбург. И в решении конференции записано, и это решение поддержано министрами транспорта Европы, рассмотреть этот вопрос. Крымных транспортных систем, как скоростной составляющей критской транспортной коридоры. Даже на той стадии, когда еще не было ни полигона, ни испытаний, ни сертификации. Но нужно было лоббировать, нужно было работать в том же Брюсселе, продвигать проект. Естественно, это никто не делал. Это все зависло, но это не сегодня. Это затеряно. Это будет успешная демонстрация высокоскоростного скв. У нас в потенциале все критские коридоры. Это десятки тысяч километров, там 9 критских коридоров. Это восток-запад, северо-юг, по диагонали Европы. Где только вот эти проекты в год стоят сотни миллиардов долларов. Это я просто, как бы, навскидку назвал некоторые крупные проекты. Почему на самом деле у нас есть потенциальный заказчик? Есть договоры о намерениях, их много. Они есть у нас на самом деле. Но без демонстрации, без сетификации технологий, естественно, ни один заказ и проект не может быть реализован. Это надо понимать. Поэтому вот этот проект «Экотехнопарк» и задумывается, что у них будет, собственно, салон продаж технологий. Причем в комплексе они не нужны на улице. Автомобилистам проще. Они показали новый автомобиль. Дороги есть, инфраструктура есть. Его покупают. Если мы покажем юнибус, его никто не купит, потому что для него нет соответствующих дорог. Если мы покажем струнную эстакаду, то ее никто не купит, потому что нет подвижного состава для этой эстакады. Если мы покажем автоматизированную систему управления, бездорожной нашей и нашего юнибуса, то напор никому не нужна. Если мы больше перевода, без всего остального, то нужно показывать весь комплекс. Поэтому задача очень сложная, но она решаема. И, может быть, по проблемам и по сложности, по созмеримым проектом. Они потратили на реализацию этого проекта и на демонстрацию сертификации 60 лет 6,5 миллиарда евро. Потом, когда мне говорят, что что-то вы долго развиваете и развиваете эту технологию, ну, во-первых, государство мне не помогало. У меня не было никогда 6 миллиардов евро. И срок прошел меньше. И Transrapid, он только для перевозки пассажиров и только между городами. А у нас сейчас и городская система в различных вариантах исполнения, и дозовая система, и высокоскоростная. У нас еще более сложная задача. И мы ее решим на вот этом участке. Виктор, покажи, пожалуйста, любую. Так, вы видите, участок, он капецидальный, его длина примерно полтора километра, а вот эта большая сторона, которую вы видите, это где-то 600 метров. Ну, даже, вот, здесь видно ограждение. Это тоже отдельный проект, струнное ограждение, очень легкое, журное, недорогое, как охранная система, потому что сверху, ну, есть масштаб такой, что не видно эту модель. Там будет двигаться модель Unibus, масштаб 1,10, по периметру, под датчиками и телекамерами, и будет скамировать территорию и выполнять функцию охраны объекта. И этот проект мы можем предложить для охраны, допустим, таких новых территорий и проектов, как атомные интерстанции, воинские части, аэродромы. Это такая система может быть вдоль границ, сухопутных, и морские границы, нам могут тоже охранять границы. Потом даже у нас ограждение, это тоже отдельный проект. Там циферка 3, это скоростная городская пассажирская трасса, ердина где-то полтора километра, трасса выходит из станции, она видна вот такая, в грани, да? Там у нас особая конструкция, сейчас мы уже подали заявку на промышленный образец, она оригинальная конструкция и оригинального вида. Это будет, в том числе, и офис, и, собственно, в фалон, где будет происходить продажа и подписание контрактов уже на адресные проекции. Документы, вот, почекотехнопарк, мы всю почву, что берем из-под здания сооружения, мы перемещаем ее наверх, эту почву, и улучшаем ее и отеленяем. Кстати, по поводу почвы, это у нас тоже будет отдельный проект, я не знаю, все ли это знают, то, что мы кушаем сейчас, едим, покупаем в магазине, из этого что-то есть нельзя, это фактически пластмасса, по целым ряду причин, потому что, например, единственный объект с настоящим черноземом находится только в одном месте, это Париж. В свое время Докучаев в конце 19 века вывез кубический метод чернозема в Париж, в музей, и вот настоящий чернозем находится только там. Все страны черноземские уничтожены, почвы тоже уничтожены, в том числе из-за агрокимии. Зеленые растения выносят из почвы где-то, ну, полгодрицы Менделея. И если пробудет какие-то ткани селена, то мы ослепим, потому что селена это основа нашего зрения, в холбочах там находится. И если не будет селена в пище, то у нас не будет иммунной системы, потому что вся иммунная система тоже построена на селени. Нам нужен и магний, и фтор, не будет фтора, зубы выпадут, и йод, не будет йода, в ночь будет зуб. То есть, ну, это просто некоторые элементы. Растения раньше выносили из почвы, это потому что почва была живой, а потом стали пахать, переворачивать глину, уничтожать эту органическую часть, живую часть почвы, и стали сыпать 4 глины, то есть, растения выносят полтаблицами, миллионами делевые почвы, а туда вносят 4, азот, космос, калий, ну, еще там какие-нибудь, да, ну, максимум 5. То есть, произошло вбеднение почв, и ухудшение микроэлементного состава примерно 100 раз. То есть, ухудшение микроэлементного состава 100 раз, и поэтому предлагают всякие добавки, БАДы и прочее, чтобы, ну, понимаете, сломать ноги, а потом входить на кастылях, говорить, ну, вот. Мы, которые были в течение миллионов лет, потому что наши предки питались вот той пищей, которая была, того, как Агрохимия, начали мусить, в том числе, Агрохимии, в году. Так вот, эту почву можно восстановить, и у нас есть такая технология. Дело в том, что почва живая, то, что в магазине продают, это не почва, почва должна быть живой, потому что гумус не усваивает микроорганизмы, которые живут в почве, там, разве, их много, видов разновидности, там, и жучки, и червячки, и грибы, там, и много чего есть, да, и вот это все и превращает гумус и почву в питательную среду, в которой могут усвоить корни растений. И даже оказывается, что почву, это растение умудряется брать минералы с минеральной части, ну, с песка, образно говоря, нужные элементы, там, селен, или там, йод, там, микродозы всегда есть. Почему? Потому что есть микроорганизмы в живой почве, которые выделяют раствор, которые разъедают минерал, чистота, при этом они выделяют слизь, как улитки, чтобы защитить от растворения влагой, вот этот раствор, и корень усваивали. И мы, вот то, что наверху здание сооружения, это наша почва. То есть мы взяли плавку, убитую за столетие Аграхимии и Сельхоз техников, перемещаем наверх, обогащаем, делаем его живой, и на них уже потом, ну, посадим в сад. Поэтому в это тоже наш отдельный проект, поэтому называется Агротехнопарк. кстати, поздно может быть тем продуктом, который мы можем продавать. Почему? Потому что ну, известно, что немцы во время Великой Отечественной войны вывозили шалонами чернозем. в Германии нет нормальных плод, они вывозили в нашу почту более богатой гумусом. Кстати, мы можем нарастить гумус, в черноземе гумуса 10%, мы можем нарастить до 50%. в естественных условиях гумус в веточке создается примерно в течение миллиона лет. А здесь у нас есть живую почву. Так мы можем снижать материалы, это, допустим, листья, веточки, отходы дерева от переработки, ну, опилки. С помощью своих технологий превращать почву, используя и естественную почву. А потом это продавать. Во многих странах и для этого строить дороги и производить. И продавать достаточно больших подъемов. Как в Австралии, например, весь пакет российский, продажа минеральных ресурсов, они продают несколько сот миллионов тонн руб. И влагодарят нормально. А это минеральные которые можно создать самим. Те же торфы в Беларуси много, и в других странах, и в России много, и в Украине. Делать нормальные почвы, строить дороги и возить миллионы даже десятками сотен тонн продавать. Для этого можно строить дороги и самим дача есть на это потребители и покупатели. это то, что касается вот этой спочи, которую мы подвели на второй уровень. Значит, эта трасса, которая идет со станции, это низкая трасса, на высоте на высоте на высоте на высоте на высоте мы там планируем развивать скорость до 120 метров в час это городская транспортная система. Потом она делает разворот в конце и Разворачивается в конце и поедет обратно. Развороты 15 метров. фундамент это не та в конце. Это станция, просто другой раз. И радиус у нас маленький, 15 метров трамвая где-то радиус метров трамвая где-то растет три дерева посередине потому что там есть тоже грунт внутри опоры и корни можно достаточно глубоко оборачивать можно растить а здесь мы разобьем сад потом разверт на уши уходит на другой тип системы высотные с большими пролетами там будет всего две опоры высотой около 30 метров полетом полетом по 500 метров и небус с малой высоты уйдет на высоту 300 метров где-то 15 процентов мы показываем плохо слышно а вот так плохо слышно ну ладно поверим так поднимемся наверх покажем подъем покажем как мы можем в сутни земли подняться на высоту на поте высотное здание а мы поднимаемся на верхний этаж допустим а потом дальше на большой высоте 30 метров потому что нет смысла там высокие опоры по 100-200 метров ну понятно что можно подняться на любую другую высоту потом пройдем пролетом 50 метров и опустимся уже на ту начальную станцию ну с которой я начал свой рассказ так что можно вернуть обратно сейчас нормально слышно а почему странно проверяю тестировать микрофон нормально работал там наверху станции с мы будем показать что мы создаем новую почву землю с то есть это может быть чей-то приусадебный участок можно построить дом сад разбить это 10 соток и мы мы даже не только дорога практически не отнимаем земли потому что здесь не показано но вообще-то обвивать лианы то есть тут разбиты виноград здесь почему-то сады разбиты и вишня и яблони а виноград он районированный для в Беларуси то есть он будет давать тоже нормальный урожай и он будет вкусным этот виноград и мы даже покажем и вот вписан здесь в эту природу а как можно эту землю привлечь слева вот это цех где мы будем собирать организовывать ряд производств в частности колесо это наша разработка причем сделали те конструкторы которые знаком мотор-колесо это те которые делали приводы для геомобиля для и поэтому это не новички какие-то студенты которые тренируются нет это серьезные конструкторы спортируя наше уникальное мотор-колесо я в прошлый раз говорил могу еще повторить для тех кто не слышал что двигатель в этом мотор-колесе он диаметром менее сорока сантиметров тридцать пять тридцать шесть сантиметров толщиной всего восемь сантиметра всего будет сто пятьдесят киловатт наше внимание 750 ньютон-метров то или как у 600-го мерседеса на валу двигателя в летающем нет меньше 500 ньютон-метров поэтому это мотор-колесо позволит быстро сгонять юнибус быстро тормозить с нормальным ускорением и там нескритичное Уклоны серьезные до 30 процентов и мы обеспечим чтобы не было пробусовки колес у нас там есть свою ноу-хау и в том числе когда мы будем вот эта трасса что показано она городская но потом она превратится дальше за пределами участка в высокоскоростную потому что там будет стрелка следующий перевод и будет моно по кругу двигаться и дальше по прямой участок трассы высокоскоростной который идет на я планировал раньше на 30 километров почему на 30 километров потому что для разгона по движению аэродинамика и сопротивление кочунок разогнать до пленой скорости нужно прикладывать дополнительную мощность и чем сильнее мы будем разгонять чем выше скорость которым момент который мы разгоняем а скорость же растет тем большую мощность нужно прикладывать например на стационарное движение со скоростью 450 км в час нам нужно порядка 100 200 киловатт а чтобы разогнать с ускорением метр секунду в квадрате это нормальное ускорение небольшое но не будет ощущаться пассажирами хотя больше 200 километров на мост порядка 800 километров и должен быть серьезный крутящий момент и вот это мотор поэтому здесь будем демонстрировать не только городскую систему но и высокоскоростную и там кроме этого мы планируем производство систем управления потому что покупать очень дорого причем существующая система автоматизированного управления они не надежны потому что даже если такие гиганты и специалисты в этой области как симис допустили аварию на тестовом участке в германии когда погибли потому что они на тестовом участке их поезд столкнулся с машиной которая чистила полотно это была одна путка они шли навстречу другу и система управления не заметила чистящую машину на еще пример когда волевая демонстрировала систему управления автомобилем без водителя журналистов киношников и автомобиль разогнаться и снова остановиться ну почему-то не в стену и разбился этот автомобиль с такой вот системой управления после этого фактически волевая обанкротилась и ее купили китайцы так просто вот эти вещи даже взять у кого-то и адаптировать к нам и причем это будет безумно дорого потому что тот же талис который вот нам предлагал систему управления это французская компания где 40 тысяч что у них есть система управления и нам предлагали взять за дотацию где-то 5-6 миллионов евро и за один километр обойдется нам полтора миллиона долларов за километр трассы то есть если будет много допустим Минск-Москва где-то только система управления обойдется в миллиард ну это как бы неправильно я считаю поэтому мы создаем свою систему управления у нас есть специалисты необходимые для этого она будет построена в другой лодке на другой лимитной базе ну это как допустим если сравнить аналоговую ну фотографию и цифровую там разные стандарты и качество другое поэтому у нас есть свой программный продукт а потому что логистика будет несколько другой я убрал этот альбом я убрал этот альбом а у нас Виктора что-то опять сбой что ли я не понимаю сейчас секунду запустите а нормально все да слышно у меня все нормально да если мы возьмем такие сложные вещи как система управления за рубежом интересно что когда покупают даже телефон зарубежные производства зарубежные программы для президента страны или канцлера Германии Меркель то оказывается что ее телефон прослушивается поэтому естественно нельзя брать систему управления через которую можно все прослушать и все записать и более того когда кому-то надо отключить управление и всю транспортную комплексную систему транспорта остановить в один раз и все перестало работать поэтому с этих точек зрения с точки зрения безопасности мы создаем сами систему управления и уверены и убеждены она будет лучше чем любая другая известная в мире система при этом уже у нас есть понимание цены на кроме трассы мы уложим все 100 тысяч долларов а не полтора миллиона евро как нам предлагал талис значит потом на участке видны сады так тоже там районизм всякие растения одна просьба вы могли бы микро сбоку держать не прямо в него говорить чтобы не хрипело ну хрипи не нет вы просто держите чуть сбоку вот так как слышно сейчас нормально нет не знаю сейчас слышно нет нормально тут задержка 5 секунд ну так нормально да а если в восемнадцатом веке князь паскевич получил земли его собственно родом то уже через несколько десятков лет там зацвели сады и нас это было восемнадцатый век были теплицы и тогда росли ананасы несколько сот разных деревьев с разных стран с Америки с Австралии и сотни этих разновидностей деревьев кустарников и так далее и посадил в гомеле в парке и они растут до сих пор поэтому хотели на парке посадить не только местные растений деревьев но и регионов мира и показал что они тоже могут здесь произрастать и чувствовать себя нормально поэтому здесь будут али 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 на дальней стороне участка видна трасса грузовая с двумя терминалами слева погрузочный пять справа пять разгрузочных терминалов трасса длиной около километра мы покажем систему производительностью где-то 60 миллионов тонн в год это выбор не случайный это большая производительность всех известных систем подобного рода такого второго уровня это конвейерные линии там есть еще другие это же канатные дороги грузовые самая большая у них производится 30-40 миллионов тонн в год мы хотим сделать 60 миллионов потенциал 200 миллионов тонн в этом нет необходимости делать более дорогую систему потому что понятно чем выше производительность тем это все будет дороже больше нагрузки больший объем перевозок это не мало на первую транспорту производительность в том при этом он перегружен это железная дорога она перегружена на предельность своих возможностей и на первой австралии которая больше всех добывает и вывозит в одной железной дороге где была такая производительность 60 тонн в год поэтому демонстрации вот такого теста участка грузового мы перекроем 99% мирового рынка то есть только 1% ну где-то 1% заказчиков потребуется шарикозок система легко масштабируется и понятно что если мы будем возить 60 миллионов тонн в год то мы можем сделать систему на большую производительность так и что тут ну наверное в целом я рассказал да Анатолий что-нибудь из чата да тут да ты передал мне вопросы если у вас показатели при работе городской навесной системы стоит ну у нас не ладно она городская навесная подвесная грузовая у нас все системы низкошумные до 50 децибел это примерно шум листвы в лесу например в метро Московском там больше 90 децибел когда это очень вредно для здоровья децибел и там непростое как бы 50 и 90 отличается в несколько тысяч раз потому что там логарифмическая зависимость потому 60 там 50 60 децибел это очень большой шум а около 10 тысяч таких дорог скоростных иначе это в 60-х годах прошлого века и когда они стали строить первые дороги посыпались жалобы от населения по дороге проходили мимо домов они по городам шли пошли жалобы на очень сильный шум они делали ряд участков в эстакаде а эстакады были стальными и настолько это была серьезная проблема ее никак не могли решить что только они делали резины ничего не получалось и тогда они решили запретили законодательно строить эстакады остальные в городе в этом это есть если подойти стальному столбу в городе ударит молотком шум звон будет слышен за километр еще минуты если подойти ударить молотком этим же по бетонному столбу будет бум и ничего не будет звона Почему? За счет сил внутреннего трения, а в бетоне частички разного размера, там есть цемент, есть минеральный наполнитель, есть песок, есть щебеночка, они гасят внутреннего трения, они гасят все эти колебания за счет сил внутреннего трения очень быстро, почти мгновенно. И шума нет. Поэтому у нас нет полных пустотелых конструкций, нет конструкций без бетона. Потому в струнном рельсе у нас бетон, не только струны. Корпус стальной, внутри струны и бетон специальный. В том числе, чтобы решить эту проблему. Поле ему шума. Столы, и даже стальные, они все равно запросы. Туше конструкции струны стальной. Это одна причина. Вторая причина, не менее серьезная. Обычные железо дороги, скоростные, высокоскоростные, не исключение, делаются с температурами, стыками. Вы все это знаете, как дорога стучит, тук-тук-тук на этих стыках. Даже если и плети, иногда рельсы сваривают, и плети, там, километровые, все равно у них, у плетей есть потом стык. И потом они вынуждены это переставлять вставки зимой, летом, потому что длина меняется этих участков рельсовых. У нас это решено проблем. Даже когда качели телефонных или иных связи, нет внутренних напряжений, то есть меняется напряженно-деформирование состояния, изменение длины. И, естественно, мы это понимаем, вот этими двумя вариантами исполнения. И используем соответствующие материалы, соответствующие конструкции, чтобы перепад температур 120 градусов, не разрушивая конструкцию. Мы это знаем, умеем это делать, и первый такой вариант такой конструкции был продемонстрирован в озерах. Там такая же неразрезная система, ганкерная по концам. На языке статических сапроматов называется статически неопределимая, неразрезная, преднапряженная, преднапряженная конструкция. Вот в озерах это аминус построенных статей. Иногда задают вопросы о учебе и обнимении. В озерах в Медвеном их четыре изобретения. Достаточно посмотреть на любую фотографию участка этого. Там четыре пролета. Их посмотрят патенты и увидят, что в один-в-один содержание перенесено в полигон в озерах. Это четыре миллиона изобретений. Еще в советское время у меня внедрено более тридцати изобретений, по которым я получал вознаграждение с записью в Конциденте СССР. Что может быть серьезнее? Серьезное подтверждение, что изобретение внедрено. Это будет вознаграждение за экономический эффект, за записью в патенте. Опустим одно из моих изобретений в атомной подводной лодке, но как можно это увидеть? Поэтому вот это две такие два отличия серьезных наших от железной дороги. Основные это мы значим устраняем шум, расстреление и источник шума на движении колеса, потому что овод колеса тоже разрыван относительно и он отыгрывает микронеровности рельса за счет этого следующей прослойки. И при запреженном скачении колеса шума нет. И на тех нормальных участках трасс Синкансен в Японии, если кто-то катался на скорой дороге, шума нет. Колесо беззвучно, без шума. Есть только аэродинамический шум. Ну а мы тоже с этим знаем, как бороться, потому что у нас исключительно хорошая аэродинамика, а шум это выброшенная энергия. Если мы раз улучшили аэродинамику, значит у нас в 5 раз мощный двигатель, значит он в 5 раз будет меньше выбрасывать энергии в аэродинамический шум. Аэродинамический шум у нас будет в высоком уровне и все вместе даст порядка 50 децибелок. Вопрос следующий. Очень беспокоит вопрос о надежности службы безопасности всего проекта. Информационную безопасность, физической безопасности и так далее. ну я думаю в том чем закончилось вы знаете. Если кому-то надо что-то сделать, ни краса судьбы не поможет. Поэтому если вы безопасны, она есть. В районах не надо фанатизм и здесь. Если безопасность есть, кто сказал, что ее нету. Вы что-то видели, хоть одно ноу-хау? Или вы видите какую-то закрытую информацию где-то в ответном доступе. Вообще все защищены и не только здесь находятся, а на удалении и мы знаем где они находятся. Любой взлом придет в том месте к уничтожению информации к другому взлому, которое мы знаем, а другие не знают. А это десятка уже терабайт информации. Десятки. Она есть на самом деле безопасность, но если кому-то она не видна, ну что поделаешь. И главное тут наверное я бы сказал так, надо быть незаметным. Если ходить допустим с мешком денег с прозрачным и размахивать им на улице, я думаю далеко не уйдешь. Так? И никогда особой безопасности не поможет. поэтому безопасность не информирована с других. То есть мы знаем, а другие не знают что-то, что происходит и так далее. И это основа информации. в том числе информационные. Так, третий вопрос. Хочу задать вопрос по финансированию проекта. На предыдущем вебинаре 19 марта 2015 года я слышал о том, что проект финансируется не так крупно, как хотелось бы, но и на ранее предыдущем вебинаре оформление всей комплектации вебинаре и тогда пойдет финансирование полным ходом и не будет вебинарного цифика. Вопрос, когда начнется оформление документации и когда планируется завершить оформление документации. Здравия, спасибо за ответ. Я думаю, что это один из важных вопросов и немало колеса акционеров хотели бы получить ответ. На самом деле мы просто в связи с тем, что мы не получили участок зимний ранча как мы планировали в Литве, но пришлось перестроить график и больше как бы времени отдать на подготовку строительства. Она не требует таких больших поэтому то, что у нас есть идет финансирование его достаточно для нас. Просто мы основные затраты переносим на более поздний срок чтобы быстро ударно построить и изготовить. И как пример я уже проходил знаю на Первом озерах от начала проектирования до водоэсплуатации полигона деть не смогли. Когда мы начинали проект на своей лопатой ничего не было. А через деть место мы уже демонстрировали и Лебедю Александру Ивановичу который финансировал проект с которым мой фонд заключил договор фонд носил название и сейчас носит название одного из моих изобретений фонд содействия и развития линейной транспортной системы и Лебедю демонстрировали и губернатору Московской области Громов. За 9 месяцев мы этот проект организовали. Здесь сейчас у нас конечно более крупный проект но мы планируем уже осенью следующего года осенью даже не зимой а раньше у нас графики все построены демонстрировать уже основные то основное то что показано на данной схеме рисунки ну не будет может быть таких больших деревьев вырасти а все остальное будет и это будет все сертифицировано и его спроектировано нами у нас для этого есть все необходимые камеры и мы эту работу делаем потому что сидим без дела мы работаем если мы не размахиваем читежами так же как не надо размахивать мешком с деньгами на улице читежами это наше богатство там все наши ноу-хау естественно они закрыты для общего доступа я сейчас говорю только то что могу говорить а не то что захотелось значит нет то что могу я понимаю что нога я понимаю что я понимаю другое будет тут я знаю что то что мы будем делать это стенды это очень важная часть нашей работы потому что многие вещи которые являются и теоретическими будут отработаны на стендах причем ускорить для того чтобы показать объем перевозок 60 миллионов тонн вот по горе насыпать высоту мы естественно делать не будем мы вот эту наработку 100 миллионов тонн делаем на коротком стенде замкнем и он будет взят вперед непрерывно как долговечность и далее зависит от длины трассы потому что погрузили один раз довезли выгрузили один раз погрузка-разгрузка раз в пять часов допустим и поэтому за там 50 лет жизненный цикл или там 100 лет транспортной системы там будет такое-то количество циклов которые износу погрузка и разгрузка приводит к износу допустим бункера кузова транспортного средства но если мы сделаем короткую трассу и между погрузкой и разгрузка будет одна минута а не пять часов то не отличается пять часов это три тысячи минут ты тысячи раз в минуту да начну испытания отдельных элементов три тысячи раз такое то это касается это же касается надейся колеса и рельса такие тоже стенды будут это касается очень сложно мягкая подвеска причем она регулируемая подвеска она сама должна подстраиваться и так далее автоматически регулироваться во время движения мы тоже сделаем отработку на стендах на стендах чтобы понимать сколько она прослужит сколько лет там сколько циклов сколько колесо прибежит до необходимости замены 100 тысяч километров миллион километров пять миллионов километров конструкция колеса который у нас есть очевидно что это будет километр до пробега то на как шина автомобиля ну 30-50 30 там тысяч километров 50 . то есть у нас более долговечная система и подшипники должны стоять там лет по 20 иначе если мы будем остановить вызову транспортную систему чтобы поменять там колеса или подшипники допустим и какие-то другие элементы то день простоя может обойтись нам то что нам принять претензию заказчик которому просто то что день просто мот обойтись ему потерю 100 миллионов долларов то что на заводом зарабатывать на перевозке этой руды 10 20 30 миллиардов долларов если большие объемы перевозок это расстановка на один день нанесет и он нам предъявить претензии что придумали что вы там сделали нам такой системы на платить и неустойки то есть мы понимаем ответственность того что мы делаем и такая стакада которая должна выдержать если она будет сто лет стоять это не менее 100 миллионов циклов если мы будем на трассе испытывать нам 100 лет не хватит чтобы испытать потому что тут же всего несколько универсов ходит они поток нам стоит испытать где смоделирована оставили к одному путевую структуру и тоже ускоренно нагрузим 100 миллионами циклов нагружения сделано это за один два три месяца они за год и поэтому пока мы проектируем и строим уже теста участки мы нарабатываем материалы которые позволяют усовершенствовать то что мы еще не построим уже собираемся строить и внести соответствующие изменения чтобы уже тестовый участок появился я нормально поэтому с ним тоже со строительством торопиться не надо и мы выйдем на строительство тестовых участков этом году это не нужным бессмысленно а в следующем году и быстро построим это как мы построили в озере очень быстро потому что все будет готово уже будет все привезли все комплектующие уже будет производство влажно том числе сборка юнибусов мотор колеса и так далее и все будет готово причем надо делать одновременно потому что зачем делать вас уранчо если нет транспортное средство которое по ней поедет и что он будет стоять что ли или сделать допустим наш рейсовый автомобиль юнибус стран не будет стоять все дороги не будут это надо делать одновременно то есть в одну точку собраться а потом включить работу взять высоконаладочные работы и сертифицировать и мы это сделаем без проблем в том числе сертификацию ничего там страшного нет мы знаем как это делать и нет согласно действующему законодательству ничего и сертифицировать памяты техрекламенты и надо соответствовать этим регламентом она будет соответствовать и только отдельный линии низковольтное оборудование у нас и контактная сеть будет это 750 вольт только это надо сертифицировать в городской системе только вот это оборудование предназначено будет сертифицировать все остальное сертифицировать не надо а только фактические контактную сеть и контактной сети ну извините эти контактной сети столько уже по на сторону что что мы ее не сертифицируем не обеспечим метроизоляцию не обеспечим там радио шумы обеспечим тоже том числе сделаем испытание такосъемов контактной сети потому что у нас будут другими они будут лучше ведь и я не знаю кто то вот видит из вас и нет испытания ты живи по франции они поставили рекорд 570 км в час они год готовились про езду двух всего там вагончиков то есть не пойду не мог разогнаться такой скорость укороченный вариант проехали на потом год ремонтировали так я ты видел эти там есть переходы через же и здорового стояли снимали проезд это было что-то ужасно страшно было рассмотреть на это там молнии сверкали там все так ходила ходуном потому что контактная сеть сейчас плохая она провисает из провисающей части снимается ток она кривая поверхность а скорость это скорость почти оружейной пули и даже капелька воды на контактной сети это удар динамический удар а там и та же самая соответственно мы его тоже испытаем и вот его мы будем сертифицировать поэтому у нас нет отставания но начнутся скоро когда мы выйдем на уже на площадку надо ускоренно изготавливать закупать так мы уже с многими поставщиками уже у нас есть определенные договоренности на поставку оборудования и чем раньше мы это сделаем тем раньше мы можем раньше приступить к строительству поэтому где-то вот летом ну надо объемный финансирование естественно в разы увеличивать иначе под это да пойдет тогда не сейчас тогда пойдет отставание по графику и придется наверху это уже позже и опять же более ударно работать но это тоже не совсем хорошо поэтому хотели бы что более-менее равно что наращивание объема финансирования в соответствии с графиком который опубликован 15 этапов там все это есть а сейчас финансирование не критично у нас есть запасы так сказать прочности по финансированию поэтому все он все нормально так следующий вопрос можете ответить на вопрос остается эксплуатация экономичности стонно то но эти вопросы закономерно их постоянно задает поэтому я постоянно отвечаю но вопрос важный почему друг мы эффективнее чем другой транспорт я могу сейчас и не знаю график нарисовать формулы могу объяснить там я не знаю стоит ли это делать может попытаюсь на словах хотя могу сейчас и порисовать что-то чтобы объяснить уже через математику стоит ли это виктор как ты думаешь ну антон попробуйте потом у вас есть для этого доска необходимая поэтому тогда начнем сейчас это данная доска так самое главное это вот эффективность мы уменьшили динамическое сопротивление потому что это самое главное не подвес как думал что вы поставили нет основные затраты идут не на подвес колеса или там чего-то другого транспортное средство относительно полотна а а и сейчас арденалист то ли я напишу фрону и динамическое сопротивление несоопротивление W, а динамическое сопротивление, 1,2, РО, плотность воздуха, умноженное В в клубе, это скорость движения, умноженное ЦХ, это центр динамического сопротивления, умноженное на медаль, это площадь поперечного сечения, и умноженное на потери в редукторе, потому что нас интересует мощность наворот двигателя, поэтому это еще есть потери передачи мощности, поэтому КПД редуктор тоже, чтобы понимать, какую мощность нам нужна, какая мощность. Вот я возьму сейчас, допустим, для скорости 25 метров в секунду, это привычная для нас скорость 100 км в секунду. В пределах от 1 до 1,6, поэтому в сильный мороз нужна большая мощность для движения, потому что воздух более плотный, и тут можно стоять 1,4. Вы в клубе, вот главная цифра здесь, вы в клубе, а, я являю национную цифру, на 25 метров в секунду, в клубе. Умножен на цифру. Умножен на цифру. Цифру у нас мы получили 0,75, это продувка показала, это из критерина дана, я возьму чуть больше, 0,8. и я давайте возьму на 1 метр квадратный а потом если метр больше можно чтобы понимать насколько важен вот метр квадратный нигель когда я умножаю на метр квадратный и на потери в ряду где-то 1.1 так и равно если перемножить это вот 860 ватт скорость 90 км точек а теперь увеличим скорость до 625 метров в секунду это 450 км точек опять считаем орденами 1,2 на 1,25 на 1,25 квадратный опять на 0,08 на 1 метр квадратный на 1,1 не получается 107 тысяч ватт ну а в киловатт это напишу 107 это 107 с и 4 киловатта видите там меньше то есть это мощность лошади а здесь 107 киловатт это где-то ну 130-140 лошадиных сил на 1 квадратный дмитрий при нашем ЦИХ 0,08 если взять Бугатти у которого ЦИХ очень крутая машина очень крутая машина многие хотят ее купить она стоит 3 млн евро да у нее ЦИХ ЦИХ 0,08 так если мы 0,08 разделим на 0,08 и все это умножим на 107 Вот что значит улучшение аэродинамики. Умножаем на 2, это будет 1116 кг. Он так примерно и есть в Бугатии. У него движок где-то в 1700 кг, причем защитная часть идет на аэродинамику. И таким образом пересход, мы уменьшаем допустим мощность аэродинамического сопротивления одного транспортного средства на 1000 кВт. Что такое? Вроде подумаешь там 1000 кВт, да господи. Внутри паровозов, литровозов, кораблей самого столько лет лет летают. Посчитаем, начало будет перерасход 300 литров топлива в час. Значит 300 литров умножаем на 20 часов работы в сутки. Это будет 6 тонн в сутки. Ну не тонн, там кубов, кубистских метров топлива. То, что оно легче, чем вода, нечего. А если оно 20 лет будет работать в сутки, то получается 43 000 тонн в сутки. Бугачки, перерасходу за 20 лет, если будут работать 20 часов в сутки на ток аэродинамике. Внутри 40 000 тонн топлива лишних. Они стоят сегодня где-то, ну в среднем, 50-60 миллионов евро. Сэкономит аэродинамика хорошую мысль. На одном транспортном средстве, а теперь вносим на миллион. Да там триллионов не хватит долларов. Знаете, это вот эффективность только за счет... То есть им не хватит триллионов и не хватит всей нефти. Чтобы запитать сеть дорог скоростных. А мы хотим, ну такие как, допустим, Бугатти. А транспорт не только общественный, но и личный, частный. У нас в ЮНИДУС может иметь семья. И он будет дешевле автомобиля. И будет на 4500-500. Да, да, это не сегодня. Но это будет позже, когда будет судно сеть дорог. Когда фонд начинал строить, создавать автомобили, дорог не было. Но благодаря тому, что тот не стал себе, он доехать до двери, чего не может железная дорога, он и победит железную дорогу. А у нас будет сеть дорог, потому что они более эффективные. Которые подойдут... В будущем будет десятки миллионов километров дорог. Но... ...экономичных средств. Более эффективных, более экономичных. И я взял только аэродинамику. А есть еще сопротивление к качению движения колеса. У нас другое колесо. У нас другое колесо. У нас уже зависит от... ...это... 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 ...а на железной дороге 2-3 тонны. Потому что, посмотрите на купольный вагон. Там написано 50-60 тонн. Один вагон. А если взять СВ, там едет всего 18 человек. Разделите. Притонный на человека только один вагон. А еще тянет тепловоз, электровоз. Их два в цель. Каждый по 200 тонн на переносительный пассажир. Вот сейчас там 3-4-5 тонн на пассажира. Это все надо двигать. Разделить. А у нас совсем другая эта характеристика. Ну, там есть еще более другие, более мелкие преимущества. Ну, это все в комплексе дает вот такую эффективность. Ну, лучше автомобиля, если взять все показатели по эффективности, по расходу энергии топлива, примерно 20 раз. 20 раз примерно. А если взять, допустим, сравнение с теми с железнодорожными. Сегодня в мире, там на одного пассажира при скорости меньше, чем у нас, там, для скорости 350-360 км в час, на одного пассажира приходится 60-70 кВт мощности привода, чтобы двигаться с этой скоростью. Нам, чтобы двигаться сквозь 450 км в час, ну, такого же типа, то есть это в общественном транспорте, не в личном, да? Да, 8 кВт на пассажира. Значит, в сравнении с теми с железнодорожными, мы эффективнее, по-моему, на 6-8 кВт, который везет в данных полетах порядка тонны топлива на пассажира. Это что-то тоже надо поднять на высоту, надо разогнать, надо его везти, это только топливо тонны на пассажира, а надо еще везти еще и конструкцию. Современный аэробус весит сухой тонн 200, тоже там АКИ-180 или там 747-го, это все надо поднимать на огромном саду и лететь с большой скоростью. И поэтому вот эти все как бы преимущества дают технические, дают такую эффективность и экономичность нашего транспорта. И тоже касается это то, чтобы... Я нашел решение, которое уменьшает расходы материалов на эстакаду 10-20 раз. При этом материалы те же самые, арматура, бетон, те же самые материалы. Поэтому, соответственно, технология еще даже более простая. И поэтому, естественно, что при уменьшении материалов на порядок и упрощении технологий снижает стоимость эстакады тоже на порядок. Поэтому и называют цех или скоростной системы с инфраструктурой. Это не только дорога, там станции, вокзалы, подвижной составляющей, где-то в 5 миллионов долларов за километр. А если взять, допустим, реализованный проект, на Тайвань реализован проект по японским технологиям скоростной дороги в эстакаде. Ну, она в основном, она еще и по земле идет, но в основном по эстакаде. 342,5 километра обошлись в ценах 2007 года 15 миллиардов долларов. Это 50 миллионов долларов за километр. Сейчас это порядка 100 миллионов долларов за километр. Так вот, я просто нарисую что-то за эстакады. Представьте, что шаг опор 35 метров, у нас 40. Больше, да? На опорах лежат две балки высотой где-то 3 метра. Весом каждая 900 тонн. Чтобы понимать, что 900 тонн, это 9 груженных вагонов. Чего-то здорово. Каждая балка. На ней лежит плита шеверной 6 бетона 11 метров, весом 1000 тонн. А уже сверху лежит подушка и... Так нагрузка на опору такая большая, что опора в диаметре несколько метров. И чтобы передать эту нагрузку на грунт, под каждой опорой 4 буронабивные слаи, диаметром 2 метра каждая. У меня вот рук не хватит, чтобы... 2 метра диаметром и длиной до 60 метров. Вес одной сваи до 1000 тонн. Одной сваи. Так как это все может стоить? Диаметром пор 50 сантиметров. Одна сваи. Диаметром 40 сантиметров 0,4 метра. И длиной 9 метров, 9-12 метров, а не 60. И потевая структура, ну если в двухкутном исполнении, то где-то 100 метров металла на погонный метр, или на пролет где-то 6 тонн. И бетон где-то 208 тонн. Так вот там пролет весит 4000 тонн. А у нас пролет весит 10 тонн. Больший пролет по длине. Ну понятно, что дороже, что дешевле. Поэтому, естественно, почему они не решили проблемы там с динамикой, с другими вопросами. Там путь очень должен быть ровный. Вот с ровностью пути, в том числе динамической ровностью пути. При этом пришлось раздувать путевую структуру, делать мощные балки. и фактически получается, что дорога держит саму себя, а не подвижной состав. Она столько massively тяжелово. А у нас дорога не всегда держит, а подвижной состав. Потому что подвижной состав тяжелее, чем дорога. А у них наоборот. Подвижной состав на порядок легче. Как и уже в дороге, когда едет вагон. Он не пассажиров везет вагон, а он везет сам себя. А у нас везут пассажиров. И эти пассажиры дают нагрузку на пролетное строение, которое, естественно, дешевле на порядок, чем известные эстакады. Поэтому экономичность будет при эксплуатации, вышла технология, у нас мало в случае персонала, у нас высокая долговечность будет, поэтому отчисления на восстановление, вот маленькие, небольшие, потому что срок службы 50-100 лет, допустим, тоже эстакады. И само строительство дешевое. Поэтому такие дороги будут окупаться. Существующие железы дороги высокоскоростные не купятся никогда, это сказки, что они там окупаются через 10 или даже 20 лет, они не купятся никогда. Наши могут говорить, что такой пассажиропоток, иногда за год, ну максимум за 5 лет. А эта инфраструктура, обычно, за счет государства, который никогда не купается. И поэтому туда не идут частные инвесторы. А у нас окупанность будет быстрая, поэтому можно привлечь не только государственным капиталом, но и частные инвестиции. Поэтому можно прийти и взять любой проект за счет инвесторов, любой проект. И как пример, я могу сейчас опять заговорили о скоростной железной дороге. Москва-Казань, именно железная, там уже и китайцы суетятся. До этого Семен предлагал, и называли цены, сейчас поменьше называют, цены где-то порядка 50 миллиардов долларов за эту дорогу. И дотации ежегодные, дотации, не прибыль, 10 миллиардов долларов. У кого такая дорога нужна? Дотации. А у нас бы это стоило максимум 5 миллиардов, и 2-3 миллиарда нам давало ежегодную прибыль от этой дороги. И поэтому, естественно, быстро купили. Так, следующий вопрос. Скорость третьего пути, администрационный, мы ответим. Да, это что? Там вопросы, которые задавали по электронной почте, уже закончились. Если наши участники еще какие-то вопросы, через чат зададут. Так, дорогие участники онлайн-репортажа. Я думаю, мы сегодня тоже закончим. А, или Анатолий Дуарович включил? Да, да, да. Нет, нет, я не закончил. Есть вопросы? Ботли и все эти какие-то... А, там были компьютерные графики. Ну, вот вернее, там какой-то вопрос был, что типа мы картинки показывали. Анатолий Дуарович, вы можете сами чатом управлять. Тут просто сейчас долго... Нет, я понял, что это все как-то легко нарисовать. Вы знаете, мы в Озерах не картинки нарисовали, а построили за детьми. Поэтому мы не мультипликаторы, не художники, я инженер, конструктор. И поэтому то, что мы красиво нарисовали, так же красиво, и те же красивые сроки за те же смешные деньги. Понимаете? Поэтому, вы понимаете, как реальность. И вообще-то мы с материальными. Ну, все, что нас окружает, цивилизация технократическая, все, абсолютно все было когда-то мысли. Понимаете? А потом превратилось в бетон, железо, в компьютеры, самолеты, не знаю, ручки там, что там, в табуретки, велосипеды. И все, что мы делаем, и хотим делать, и сделаем это. А вот не рисуете картинки, сразу будет понятно, что делать. И это не картинки, это решение я, проектные. Понимаете? Вот нарисована станция, уже спроектирована станция. И это не художник нарисовал. Это нарисовал инженер, конструктор. Как Эйфель нарисовал сначала на бумаге башню, а потом ее построили. Она стоит уже, сколько там, 130 лет. Так, это по поводу... Спрашивают следующее. Значит, у самой... По поводу технопарка, и вот то, что было... Мы демонстрировали, иллюстрация. У самой высокой опоры с 15-процентным уклоном струны струны выглядят с прогибом. Почему они не натянуты с напряжением? Спасибо. Значит, здесь надо верить напряжение об усилии. Усилие здесь в противовой структуре порядка 300 тонн. Я думаю, что они не натянуты. И оно оптимизировано. Это вес пролета. И там не может не быть привеса. Это другой тип. С привесом. Если что-то плохо, я сейчас поясню, почему. Это хорошо. Особенно для городской системы. Кто катается на лыжах в горах, он знает, что моторчик не нужен, чтобы развить большую скорость. Почему? Гравитация. А если он потом где-то внизу заезжает в горку, то не нужны тормоза, чтобы затормозить. Гравитация. И потенциальная энергия наверху переходит к кинетическому многодвижению, а потом снова переходит потенциальная энергия. Причем немецкое поле разнодействия 100%. Это самый лучший рекуператор. Физика. Закон физики. Так вот, возьмем нашу дорогу с провисающей потевой структурой. В спуске гравитация разгоняет юнибус, ему нужна мощность для разгона. А когда он выезжает вверх, ему не зашел. Затормозить. Вы представляете, что опоры – это станции. И станции в здании высотой там 100-200 метров. Так нам вообще двигатель не нужен, чтобы разгоняться до расчетной скорости 120-150 ккч и заезжать на станцию с нулевой скоростью. Единственные затраты нужны будут на соприление и преодоление к отчетению колес. У нас уникальная динамика, уникальные колеса. И нам надо где-то, ну, может быть, 5 кВт на компенсацию потерь в среднем. Так вот представьте, транспортное средство, вместимостью, как автобус, разгоняется за скоростью 150 ккч, имеет движущий, как у мопеда. 5 кВт. Так это как раз для ее провисающая путевая структура. А если бы она была ровной, как асфальт, то надо кВт 200-300 на разгон, а потом по тормозам и сюда энергию выбросил. Поэтому это самый эффективный вариант городской системы с провисающей структурой. И мы показываем это. Пролеты максимально используются более прочных материалов, чем сталь, до 5 км. И мы можем идти между погарой вершином вот такими пролетами и промежуткой развивать высокую скорость. При этом провисы будут достигаться сотен метров. Чудеснее бывает, физика есть физика. Так это хорошо, что провисы есть, а не плохо. Анатолий Дарвич, могли бы поместить, точнее еще раз все-таки пояснить по поводу начала строительства. Летом, с чего будет началось, потому что все ждут и людям понимать, какая будет точка отсчета, что начнется. Первое, что мы начнем строить, это ограждение. Как отдельный проект. Действительно, надо оградиться. Это мы планируем начать где-то в июле месяце. Мы это достаточно быстро сделаем, уже проект есть. Мы уже сейчас начинаем заказывать стенды, они будут изготавливаться три месяца иногда, там шесть месяца, чтобы где-то осенью уже про это стенды начали работать. При этом уже у нас есть проект трасс, поэтому мы не можем сделать опоры. Поэтому, естественно, уже можно закладывать летом фундаменты опор и размещать заказы на изготовление. Часть опоры будет жребетонным, чтобы показать, что мы можем сделать в жребетонной части составных труб. Внутри будет бетон, это трубобетон, да? Поэтому они тоже будут заказываться, привозиться, складироваться. И где-то мы опоры начнем монтировать осенью. Потому что надо сделать еще планировку, надо разметить сети, где-то надо понимать, где стоит уклад, где цех, где станция. К ним же надо подвести электричество, надо подвести воду. У нас там туалетная очка должна быть канализация, значит, должна быть система связи. То есть эти сети инженерные мы тоже начнем строить веком. И потом мы уже осенью заложим изготовление нужных, изготовление изготовления, металлоконструкции будем изготавливать. У нас будет сварочный тоже участок. Там много сварных работ. Эти металлоконструкции будем заказывать уже элементы терминалов. Довольно серьезное сооружение с такой производительностью. И сборку мы потом сами будем делать о том, сию небусов. где-то летом следующего года к лету построим путевую структуру где-то к июне к июне преднапряженную со всеми элементами уже станция будет конструктивная она будет делаться чуть позже чтобы уже где-то осенью следующего года в сентябре в октябре поставить юнибусы на трассы подвиженную состав грузовую грузовую систему и начать испытания. Они предлятся где-то месяц-два параллельно будет сертификация это я сказал что ничего сложного нет поэтому уже к тому времени фактически у нас уже будут данные со стендов уже будут фактически сертификации будут уже соответствующие документы и где-то в сентябре мы уже можем делать работающую систему грузовую городскую и в это время мы уже начнем строить высокоскоростной системы потому что там будет вылет где-то на 15-20 километров благодаря нашему мотор-колесу мы можем подвиженность скоростной 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 с порядка 50 миллионов долларов ну и по строкам строительства 30 километров строить в год его 15 то есть мы это начнем уже строить где-то зимой 2017 года. Построим за 2017 год. Уже будут скоростные юнибусы изготовлены. Уже будут сделаны элементы сертификации нужные. Мы уже ставим на трассу и делаем пусконаладочные работы. Уже завершение сертификации и в конце 2017 в начале 2018 года заказчикам и всему миру высокоскоростную систему. Вот примерно такой график работы. Возможно мы сможем ускорить эти работы. Но это потребует дополнительно финансирования. Потому что ударная работа, 2-3 смены, как мы допустим на озеро строили, мы работали без выхода. Даже бетон, когда мы закачивали, было минус 12. Мороз, а мы в это время закачивали трубы в бетон. Трубы в диаметре 8 мм, 9 канатов, диаметром 5-15 мм, мы закачивали бетон. И закачали. Пришлось греть воду, пришлось греть раствор. Естественно, все это было дороже. Поэтому, если ударное финансирование на эти этапы, то мы сможем сократить на полгода, по-моему, даже больше работы. Анатолий Эдуардович, спасибо большое за развернутый ответ. Спрашивают еще вот следующее. Есть предложение провести прочностные испытания элементов системы струнного транспорта на предназначение разрушения. Результаты таких испытаний любого скептика убедят, а доводы недоброжелателей отторгнут. Опыт таких испытаний для натурных конструкций и оборудования, испытательный стенд с нагрузкой до 3000 тонн имеется. Готовы принять посильное участие в персоналах таких испытаний? На самом деле в этом необходимости нет. Мосты испытывают расчетную нагрузку. Это же стакана. Мы же делаем по строительным нормам и правилам. Элементы мы, естественно, будем испытывать. Так не надо всю струну, надо испытать проволоку. Мы уже ее испытали. У нас есть испытание проволоки. И мы, более того, еще 7 лет назад я заказал за смешные деньги на самом деле. Нам отлили отливку нужной нам для этой проволоки. Прокатали 10 км проволоки стройки диаметром 3. И сделали два варианта с оцинковкой и черной. И у меня образцы эти есть. А потом испытали уникальные результаты при цене проволоки 1000 долларов за тонн. Это стоит обычно сталь 3. Прочность проволоки сигма 0,2 так называемая, когда удлинение 0,2 процента 22400 кг. 22 тонны на квадратный сантиметр. Мы ее испытали в струне. Ясно, что в струне сечение струн допустим 20 сантиметров квадратных умножайте на 22 тонны и разгон усилия будет 400 тонн. Если будет 50 квадратных сантиметров то будет разгон усилия 1000 тонн. А расчет на наши усилия допустим будет 200 тонн. Поэтому сделаем многократное заплатное иное 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 конструкция иная в нашей конструкции будет по-другому. Если взять элементартику на пальцах покажу. Если вот у нас элемент прикладом вертикальную нагрузку припекулярную то эта нагрузка не создает усилия продолжим. Это понятно. Оно не дает проекцию. Такая создаст, а такая нет. Так у нас горизонтальная и струна практически горизонтальная. Поэтому нагрузка не меняет практически напряженность. то есть она все время как бы статики. Вот мы напрягли допустим 10-ти килограмм на квадрат в сантиметр в струну. Это те расчетные напряжения допустимые в мостах. Это снипы допускает. А потом в мостах минимум напряжения это одна десятая процента. Это статика. И что испытывать? Так вот в пару надо дать в тысячу раз больше чем вес подвижного состава. Откуда такая нагрузка возьмется? У нас дольные усилия. Это же не ванты. Это другая конструкция. У нас поперечные усилия. Поэтому все необходимые испытания мы уже сделали. Мы это показали в озерах. Показали на моделях. Посмотрите в интернет фотографии, где модель один в пяти. Там струны сечения квадратный сантиметр. Пролеты метров по восемь. Я повисаю в пролете на модель весом у меня под 100 килограмм веса. И ничего не происходит. Представляете, какая прочность? Если я даю нагрузку, в три раза время вес подвижного состава и ничего не произошло. абсолютно. И это не дар и дар дар и она держала это. Поэтому необходимости какие-то там что-то рвать, разрушать по большому счету нет. Это не так делается. И естественно мы знаем, как это нужно делать. сетификации для экспертизы и для ввода в эксплуатацию мы сделаем тестовое испытание расчетным нагрузкам с ускорением запасности и других характеристик, которые требуют нормы и трубы. А у нас не настоит трубы гострой в данном случае в России взять это гострой России разработал для мостов, путепроводов, эстакад, в том числе для колесного транспорта и рельсового в том числе. То есть то, что мы и делаем колесный транспорт рельсовый. С ним полностью то, что-то опять зависает, что-ли. Что-то что-то не слышно меня нет. Спасибо за предложение. Если надо, мы им вопросом. Все необходимое можно продевать. Виктор, так, старча, еще как вы на пару вопросов ответите? Готовы? Да, я могу готов, я до утра могу. Здоровье, все остальное, и знаю. Если слушают, можно объяснять. Если уходят, народа меньше стоит. Спрашивают вопрос по поводу защиты компании. Существует ли какая-нибудь защита у компании от рейдерского лаванда? Нет. Хотя, чтобы не понять, что это не происходит. Ну, заклады закончатся, и остаться надо ощущать. На самом деле, от них захвата никто не защищает. Но, как обычно происходит, кто-то имеет небольшой процент. Одну десятую процента, один процент. Потом нанимают бандитов, и бандиты могут быть в погонах, такие же бандиты, которые приходят с автоматами, с газорезками, их не пускают, они вырезают двери, всех выгоняют и садят своего директора. обороты приводят людей, которые начинают все это защищать. Когда серьезный заказчик, то они отстаивают это. И тот, кто имел одну десятую процента, потом владеет статусом. Но это схема реверинского захвата, когда захватывают имущества, когда захватывают станки, здания, сооружения, земли и прочее. у нас институтная собственность, ее так нельзя захватить. Как его, что, заберем бумагу, собственность не здесь находится, она в другом месте. В защищенном месте вынесены три океана, хранятся носители в сейфах, как Кока-Кола хранит свои секреты. Никто не знает, где ты, как это можно захватить. Можно захватить только офис, ну, пойдем в другой офис. Ну, ладно, если не нравится, что мы здесь, мы будем в другой офис. Как можно сделать, которое будет нам выдано на 99 лет? Чтобы институтуру проделать, вы знаете, как сложно вот это мы отвод земли насколько сложен. Можно переписать на какого-то другого. При этом мы делаем в районе, который зависит, чтобы мы там работали. Мы создаем рабочие места. Мы приносим туда инвестиции. Поэтому они тоже нас будут защищать, естественно. И власть будет нас защищать, потому что мы приводим инвестиции сюда, в страну. Уже только на предприятии, вот проектно-конструкторское, за 9 месяцев мы инвестировали, ну это деньги инвесторов, это естественно не мои деньги, на 2,5 миллиона евро. И власть это знает, контролирующие органы, мы хороший инвестор, у нас серьезные планы, поэтому они тоже нас будут защищать. Поэтому учитывая наши особенности опыты у меня был дата, с кем я выпил ни один ящик водки и съел ни один путь, и все сделали юридовский захват. Документы и так далее. Меня в Австралию там сфабриковал некоторые документы, чтобы я не захватил и в Австралию сделал юридовский захват. понимаете, я воплотил этих людей в управление. Я сделал их совладельцем бизнеса. Сейчас у меня таких нет управленцев. Я управляю. И сам себя не буду, наверное, обкладывать. Потому что я такой же акционер, как все остальные. Я основной акционер. Поэтому не позволю, чтобы и меня обокрали, и вас всех обокрали. Поэтому не доверяю ключам от сейфа, где лежит на ухау. Я поменяю другую печать и так далее. Поэтому как можно это заходить? Я не дам такую возможность. Поэтому здесь можно быть спокойным. Редность захвата не будет. У нас пока. Так, Антон, я думаю, тогда на этом сегодня можно попрощаться со всеми участниками. Спасибо за то, что вы слушали меня. Остался 541 человек. Она не очень такая интересная. Большое спасибо и до новых встреч. Всего доброго. Дорогие участники, всем спасибо большое за посещение нашего сегодняшнего репортажа. Антон Эдуардович подробно рассказал и про землю, и про то, что мы там будем строить. По итогам этого репортажа мы сформируем документ, который разошлем всем нашим участникам, в котором будут подробно изложены все темы, которые сегодня затрагивались. Также будут разосланы иллюстрации, чтобы люди могли воочию посмотреть все это сами. Так, в следующем онлайн репортаже мы объявим попозже, на следующей неделе. Также в ближайшее время будет подготовлен инвестиционный меморандум для всех наших инвесторов. в котором будет подробно объяснена структура компании, чтобы вы также имели на руках все необходимые документы, могли по ним пройтись, задать необходимые вам вопросы, могли вам аторитивно на них ответить. Значит, также все ваши вопросы просьба задавать на электронный адрес, который указан в рассылке. Нам очень важно ваше мнение и спасибо вам большое еще раз за ваше внимание, всего доброго, были очень рады вас видеть. Всего доброго. субтитры и субтитры Продолжение следует...